привет привет всем еще раз тестирую х7 уже пятый день в принципе все все нравится единственное что хотелось бы сразу задать максим да тебе буду обращаться хотелось бы сразу узнать какие обновления будут потому что может быть ты расскажешь что-то чтобы я сейчас буду спрашивать и поэтому этот вопрос сразу отпадет чередом по обновлениям сейчас ближайшее обновление мы выкатим это будет внутренний трансфер перевод денег от юзера к юзеру без комиссии то есть по типу работы вот как на бинанс это работает вторым как бы по очереди обновлением планируется выкатить поведомлением пусть уведомления будет работать по факту продаже ордера по факту вывода денег по факту пополнения до нюêm по факту перевода денег и по факту снижения баланса то есть эти пуши они больше контролируемым если ты хочешь что муж поставить или к к пакушу и получать можешь выборочно они такие düşünющие ты хочешь получать допустим только какой-то перевод intradi wahton только продажу, грубо говоря. Вот, то есть появится еще вот уведомление в виде пушей. Ну, а следующим этапом, ну, это такой достаточно большой этап обновления, это оптимизация, то, с чем мы уже давным-давно работаем, там просто это не маленький кусок работы, это увеличение количества стратегий. Вот, то есть сейчас пять, ну, планируем потихонечку начинать увеличивать количество стратегий. Это если так, из каких-то таких ближайших столетий. Ну, а в целом в будущем, ну, идем к разработке фьючерсного бота, который будет работать как вверх, так и вниз, то есть шоссе, лонг. Фьючерсный бот будет работать по такому же алгоритму, как спот? Нет. Он будет по-другому. Он будет от средней позиции работать. То есть, если, допустим, заходим в лонг, набирается позиция, и, соответственно, если идет рост, ловится процент. Если идет падение, то открывается вторая позиция. Между первой и второй позицией получается средняя цена входа. От средней цены стоит таргет. Если таргет достигается, цикл закрывается, и открывается новый. То есть, каждое последующее усреднение у тебя будет удваиваться? Нет. Но смотри, если... Я понял, что ты имеешь в виду. У тебя просто позиция на 10 долларов открылась. 10, 10, 10, 10... Ты можешь сам контролировать. Ты можешь выставлять по Мартин Гейлу с удвоением. Ты можешь открывать 10, 20, 40, 80 и так далее. То есть, ты можешь применять просто коэффициент. Я понял. А откуда будет бот ловить сигналы? Ну, какие-то триггеры будут срабатывать на лонги, шарты? Технический анализ? Сигнал? Нет, нет. Это сетка. Все так же, как сейчас. Сетка, да? Просто сейчас... Просто сейчас бот на споте торгует каждую позицию, а на фичах он будет торговать от средней позиции в цикле. Я понимаю. Правильно ли я понимаю, что сейчас сеточный бот это бот, который торгует... Ну, допустим, у нас есть графики. Я сразу график открыл. Видно, да? Экран. То, получается, он покупает на... Ну, как поставлю, там, 1% движения цены. Лев, не видно твоего экрана. Я вижу все. Все видно. Все видно. То есть, цена дает рост, допустим, еще в 1%. Он уже здесь продает и опять же здесь покупает. Правильно? Да. Позиция, допустим, если мы не добрали 1% и бот здесь купил, но цена пошла ниже, позиция здесь остается открытой. То есть, он не усредняет позиции и как только цена сюда придет, он продаст ее. Как только цена будет... Да. Сейчас бот работает с каждой позиции. Хорошо. Смотри, а если... Ну, мы словим сейчас глобальный шорт и активы будут, ну, получается, как заморожены, да? То есть, будут позиции открыты на споте и мы просто-напросто до них можем не доехать в ближайший год. Что тогда? Ну, во-первых, все зависит от количества шагов в сетке, то есть, вот твоего депозита, да? То есть, ты, как бы, на всех зумах я оптимально, я говорю, это соблюдать пропорцию 1 к 30, это минимум, да? То есть, ну, окей, там по биткоину можно 1 к 20, но я вот... Все зависит от монеты, это раз. Почему? Потому что, если мы берем какую-нибудь шальную монету типа PEPI или там SEI или VLD, то там нужно запас поболее хранить, это раз. Во-вторых, все зависит от настройки сетки. Если рынок начинает скатываться, всегда есть возможность сделать разрыв сетки, чтобы бот покупал не каждый 1% падения, а, грубо говоря, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 и так далее. То есть, чем сильнее мы падаем, тем больше у нас разрыв между покупкой шага. А продажу ставить 1%. Дим, но... Но так или иначе, как бы, если будет падение, то будь это торговый бот, будь это спот или там фьючи, и ты будешь в активе, и тебя ничего в этом случае не спасет. Так или иначе, ты исполнишь это просто. Ну, смотри, а у тебя же бот, получается, он не усредняет, а он продает именно по тому активу, по которому покупали, с 1% профита, правильно? Да. За счет этого большее количество сделают, если вы делаете. Я понял, смотри, но если цена дошла до какого-то экстремума, мы здесь закупили, но цена дала огромную просадку, грубо говоря, мы не закроем все равно позицию, пока цена не дойдет до... Да, но у тебя же нижняя позиция будет закрываться. Да, но они-то будут в плюс, а вот это, получается, будет в минус. Да, но за счет того, что у тебя внизу будет флэт, у тебя со временем вот этот минус, он будет уменьшаться, плавающий минус, нереализованный убыток. Короче, я понял. То есть, вот эту позицию можно будет потом в небольшой убыток закрыть теми позиций. Смотри, ты не закрываешь конкретную позицию, у тебя есть набор определенных позиций, у тебя есть определенные, грубо говоря, варианты развития событий. Да, я понимаю. Смотри, что ты можешь сделать, у тебя, допустим, на падении бот набрал позицию, у тебя по всем позициям так или иначе все равно получается средняя цена, она у тебя есть в боте, ты можешь бота остановить и поставить, допустим, на рынке от средней цены таргет, и весь актив большим куском, то есть котлетой, выградить от средней цены там плюс 1-2%, это как бы можно сделать руками. Если человек не хочет заморачиваться и сделать руками, то что происходит? Верхняя позиция у тебя будет лестеть, пока бот до нее не дойдет. Но в какой-то момент у тебя рынок где-то будет, допустим, идти вбок на пятой, десятой, двадцатой позиции. И чем дольше он будет идти вбок, этот рынок, у нас такая ситуация была, и с каждой позиции как раз-таки он у тебя делает микроплюсик. По чуть-чуть. Плюсик, плюсик, плюсик. Я понимаю, да, я понимаю. И за счет вот этого плюсика, то есть у тебя по всей позиции будет глобально минус. Но за счет того, что у тебя бот все равно внизу торгует, у тебя этот глобальный минус будет становиться со временем меньше, 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 меньше. И тут уже все зависит от количества дней, сколько мы в баковике будем идти. И рано или поздно этот баковик выйдет, допустим, вверх, и те позиции, которые были когда-то аштреты, они начнут закрываться, и все, то есть хорошая площадь. У нас такая ситуация уже была. Смотри, Дим, хорошо, а вы просто, получается, тестили алгоритм на истории графика как-то, либо вы только вот, ну, я понимаю, что вы попали в булранчик небольшой, ну, хороший булранчик. Нет, на самом деле мы же как бы это все запускали еще с октября прошлого года, когда рынок как раз-таки падал, и падал практически беспрерывно, и все движение более-менее началось только когда там в сентябре этого года. То есть с октября по сентябрь наш бот работал у нас на ботензе, мы все эти метрики смотрели, и смотрели в целом, грубо говоря, алгоритм поведения, что вообще происходит. И как бы мы как раз-таки застали вот эту фазу падения, да, то есть и монета была не только эфир, стоял ДОТ, и стоял ЛИН. И по эфиру мы работали в 55 шагах, по ЛИН и по ДОТу бот доходил до 70-го штага. Но за счет того, что просто депозита хватало, бот все равно там работал, он на торговую, и как раз-таки вот этот минус снижался, да, к июль. Это сейчас так получилось, что мы там закрытый релиз стартанули в середине ноября, как раз как и рынок начал расти. Сейчас рынок растет, и все как бы хорошо. Но даже если рынок начнет падать, все равно все будет окей. Тут просто все упирается в депозит и в количество шагов, да, то есть если их хватает, бот будет всегда работать, да, то есть и понятно, может быть по основному, по основной копии актива у тебя будет слава еще минус, но ты пока актив не продал, ты минус не закрыл, по сути, да, то есть и пока бот работает, он это все как бы нарабатывает. Я понял. Хорошо, скажи, пожалуйста, может быть, какие-то модернизации планируете по копированию трейдеров, да, то есть смотри, у меня есть комьюнити, ребят, да, которые вообще не понимают ни хрена в трейдинге, но они хотят зарабатывать на пассивном доходе, то есть первый вариант это просто копировать там сделки, которые уже есть, там самые такие фундаментальные монеты типа Атома, Аптоса, ну, которые плюс-минус... Я сейчас объясню, да, я сейчас объясню, что да. Или я, да, трейдер, который ищет монеты по аномальным кластерам, да, и вот могу, вот я вчера, допустим, посидел, выложил монет, ну, я пока сам тестирую, там сделал 10% депозиту за вечер, да, то есть взял две монеты, Гала, там еще какой-то Атом, ну, и сегодня монеты они острелили, то есть я постоянно меняю стратегию, то есть как я делаю, да, то есть я вижу монету в просадке, я ее заново запускаю, удаляю старые активы, тоже, кстати, не очень удобно, то, что их нельзя как-то архивировать, потому что есть активы, которые, ну, настроена сетка, все супер настроено, но они находятся в зоне там перекупленности, грубо говоря, и пока их покупать нет смысла, надо дождаться какую-то коррекцию, то есть было бы неплохо еще их как-то архивировать, чтобы они уходили в твой, как бы, основной аккаунт, но они не удалялись, потому что мне для того, чтобы завести новую монету, мне надо старую монету удалить, которая уже настроена, и потом, как только моя монета новая отработает, мне нужно добавить обратно же старую, то есть настраивать по новому. Ну, по поводу архивирования, тут не совсем все так получится, потому что, если бот отработал, ты его остановил, руками продал на бирже, то бот, он не видит, что ты делаешь на бирже, у него есть свой учет актива, если ты даже заархивируешь стратегию, запущешь ее потом, то бот будет падать в ошибку, потому что количество актива по факту изменилось, то есть произошли какие-то виды изменения в стороне биржи, и это никогда не будет работать. Тут единственный вариант, то, что мы предусматриваем, это сохранение настроек в сетку, то есть у тебя могут быть разные параметры сетки, с разными шагами и так далее, и для быстрого, так сказать, запуска монеты у тебя может быть уже сохраненная сетка, и ты монету и ту же самую там выбираешь, сразу же сетку не применяешь, нажимаешь старт, и оно уже вот по той или иной сетке у тебя будет работать. А есть, да, я просто этого не заметил, у меня удаляется... Нет, нет, это мы планируем, то есть сохранять именно сетку. А, еще такой вопрос. Сейчас пока что сетка не сохраняется. Смотри, такой вопрос. Если, допустим, у меня есть монета в активе, да, но мне надо срочно ее поменять на другую активу, так как сейчас у нас есть только пять токенов, да, ну, это достаточно мало, хотелось бы, ну, 10 это, конечно, супер, супер, если сделаете, отлично будет, да, то есть вы в планах, я так понимаю, делать, но опять же, даже исходя из этого, то есть я один актив могу просто удалить из бота, но этот актив у меня будет на моем балансе. Если я добавлю его обратно в бота, будет ли там отображаться этот баланс, либо он полностью обновляется, стирается, потому что, я объяснил, держать каждую стратегию это равносильно тому, что работает только стратегия. То есть вот, допустим, некоторые ребята говорят, сделайте там, допустим, 10 стратегий, но чтобы только пять из них было активно. То есть нам, как в системе, все равно активно стратегия или нет, то есть даже если стратегия остановлена, бот по ней все равно, так сказать, в автономном режиме контролирует цены, и он постоянно перечитывает данные, это постоянно создает нагрузку, то есть это вообще никак не меняет проблемы. С точки зрения увеличения стратегии мы сами заинтересованы как разработчики, потому что сейчас пять стратегий, мы видим, какие комиссии мы получаем. Если мы увеличим до 10 стратегии, соответственно, обратно в два раза больше, то мы на чем зарабатываем. Нам самим, как разработчикам, это выгодно и интерес. Но есть такое понятие, когда бот работает у всех, или бот работает будет один человек, а все остальные будут лить и курить. И мы не можем так сделать. То есть для нас каждый человек важен в этой ситуации, и мы нашли такую сейчас оптимальную золотую середину, то есть такая стратегия, но для всех. И мы как раз с этой проблемой боремся, то есть в последнее время, уже последние полтора-два месяца, потому что это не делается за день, это не делается за неделю. Нам нужно провести ряд определенных работ достаточно таких сложных и скрупулезных, чтобы оно как бы держало нагрузку. И при первой же возможности мы увеличим, хоть безлимит сделаем, потому что нам самим это интересно. Но объясню, почему вообще в целом так произошло. Потому что мы когда разрабатывали свой инструмент, мы как бы ставили упор на то, что это будет инвестиционный инструмент. И когда человек в инвест заходит, он заходит там на один, два, три актива, ну максимум пять. А получилось так, что когда мы запустили инструмент, мы сказали, о, это крутой трейдинговый, ну трейдинговый инструмент, хороший помощник для трейдера, начали лупить сразу там по 30, по 50 стратегий. И люди включали 50 стратегий при депозите 1200 долларов. Соответственно, переходил негатив, потому что, ну что такое 50 стратегий на 1200 долларов, это первое. Во-вторых, один человек создавал нагрузку, как будто работает 10 человек. И соответственно, при определенном количестве людей мы нагрузку ставили в 10 раз больше, чем мы ее планировали ставить. То есть у нас всегда был запас. И этот запас исчерпался буквально за месяц после старта. Хотя мы планировали, что мы к этой планке нагрузки придем там спустя 4 месяца. И вот за эти 4 месяца у нас был план там кое-что переделать, доделать процесс. А так получилось, что эта нагрузка на нас упала, и что нам делать? Мы же не можем делать транспорт, пушты, то есть, ну, это, знаешь, шарики-фонарики, так сказать. Это все там круто и классно. Но нам в основном нужно решать основную проблему это оптимизация. И вот этим мы сейчас и занимаемся. А что касается копитрейдинга и копирования стратегии, то у нас в целом вообще это заложено про лодмапу. Просто я говорю, все смещается. И все смещается на месяцах, потому что, ну, то есть, есть приоритеты задачи. И вот мы выставляем приоритеты там на оптимизацию на количество стратегий. И копитрейдинг у нас тоже заложен в раундмапе как реализация. То есть, у нас сейчас кто стоит? У нас сейчас стоит копирование стратегии вышестоящего. Именно копирование стратегии вышестоящего для быстрого старта. То есть, почему так сделали? Потому что человек, когда подключается в систему, он всегда вышестоящему говорит, а сделай так же, как у тебя. Я не хочу разбираться. Вот у тебя работа, сделай так же. И чтобы человек не сидел в настройках, не ковырялся, ниже стоящий просто выбирает активы, которые он хочет, чтобы у него бот крутил и применяет все те же самые настройки, которые ты имеешь у тебя. Но если у тебя депозит, допустим, 5 тысяч долларов, а у человека 500 долларов, то у него стоимость шага будет в пропорции, ну, в эквиваленте в 10 раз меньше вычислено, то есть в зависимости от депозита. То есть сейчас копирование работает в рамках быстрого запуска, то есть именно копирование настройок, первичное. Если ты в будущем процессе настройки поменяешь, они не синхронизируются, они не изменятся ниже стоящих. И отдельный вот этот функционал именно копитрейда, копитрейдинга, маркетплейса, стратегий, он планируется как большая такая системная модуль, как большой системный модуль. Он будет. Да. Конечно, конечно, мы заинтересованы у нас в планах. Почему? Потому что, смотри, у нас очень много людей, которые типа не шарят. И как бы, я всегда говорю, если вы не разбираетесь, не шарите, запускаете эфир. Эфир будет долго, эфир будет с нами всегда, и это инвестиционная встреча. Если человек понимает, там, послушайте, рампа, смарт-майни, окей, выбирай любой артиф и, так сказать, сработайте. Но нам очень важно, чтобы люди зарабатывали, потому что, когда люди зарабатывают, система зарабатывает, и партнеры зарабатывают, и все зарабатывают. Мы привязаны именно к заработкам нашей аудитории, потому что мы берем процент именно с прибыли. И, соответственно, когда мы делаем копи-трейд, у нас появится пул трейдеров, который будет создавать стратегии по определенным монетам. И человек сам будет заходить, и в рамках той биржи, к которой он подключен, он будет видеть, какие есть трейдеры, какие есть монеты, какое количество копирования, сколько живет стратегия и какая доходность по этой стратегии за все время, за 24 часа и так далее. Он сам будет выбирать эту монету у Васи, эту монету у Пейса скопировать, эту монету у Гены скопировать. И, соответственно, за счет копирования человек будет зарабатывать, и трейдер будет зарабатывать. То есть, те люди, которые копируют стратегию трейдера, он тоже будет зарабатывать, он там будет зарабатывать там образно 1-2% от денег, которое мы зарабатываем. То есть, в этом случае все будут заинтересованы. У нас будут авторы стратегии трейдера, которые будут пассивно, помимо того, что они торгуют, они будут зарабатывать в тюрьме, которые копируют. И там как раз будет уже сделана синхронизация. То есть, если ты запустил стратегию, тебя копируют, и ты там через какое-то время меняешь какие-то настройки, увеличивая стоимость шага, потому что рынок сейчас пойдет вверх, чтобы у тебя бот работал плюс 50% депозита вверх, то автоматически синхронизация применяется к нежостоящему. Если он не хочет, чтобы у него синхронизация применялась, он кнопку нажимает, типа не синхронизироваться, и все. Бот к нему не применяет свои нововведения. Супер. Это клевый, кстати, развернутый ответ. Мне было интересно, а если, допустим, возможно бы попасть в дашборд каких-то топовых трейдеров, если у тебя хороший ПНЛ и хороший прирост к депозиту в процентах, то почему бы еще внутри площадки люди не могли тебя копировать, и еще трейдер бы зарабатывал с этого? Обязательно. Мы это планировали год назад. У нас очень подробный технический роутмат для нас создан. Планов в целе очень много. Но, как я говорю, везде должен быть свой фокус. Есть какие-то вещи, которые горят, и они прям очень важны. А есть вещи, от которых люди подождут месяц, два, три, полгода, они ничего не потеряют. Мы развиваемся так, как мы можем. Выше своей головы мы не прыгнем. Но цели плана у нас очень-таки достаточно объемные и большие. Я понял. Такой вопрос, Максим, с подвохом. Если у вас достаточно качественный, хороший продукт, почему вы не хотели бы создать фонд и торговать на деньги инвесторов? Почему эта история прошла в массы? Ну, да и у это не наша тема. Потому что здесь, смотри, я объясню, мы не трейдеры. То есть я не знаю, что с рынка будет завтра, после завтра и так далее. Мы разработчики. Мы делаем софт. Мы делаем инструмент автоматизации. То есть человек в теории может уже самое делать, но у него потребуется очень большой ресурс времени. Ему придется там не спать, не есть образные, постоянно быть на чеку. Есть еще фактор психологии. И вот, по сути, это все решает. И мы, как разработчики, наша задача сделать качественный инструмент и большой выбор этих инструментов. То есть сделать определенную эту систему продуктов, которой будут пользоваться люди. И продукт рассчитан именно на массы. И продукт рассчитан с точки зрения того, что каждый человек, он управляет своими активами сам. То есть все на усмотрение человека. Мы не можем давать рекомендации. Мы не можем давать финсоветы. Мы не можем давать цели. То есть потому что, ну, я говорю честно, в открытую подъезду. Я не трейдер, не профессиональный. Я не знаю, что будет завтра с рынком. Завтра что-то произойдет, очередная там война, кабели труда в Красном море или что-то произойдет. Все лясничает и на этом все закончится. То есть мы не можем вообще как бы априори брать такую известность на себя. Единственное, что мы можем дать, это инструмент в руки человека. И человек дальше с этим инструментом работает как он хочет. Трейдер профессиональный, будет отрабатывать какие-то определенные там всплески ценовые. А простой инвестор, у которого там, не знаю, миллион лежит, он верит в эфир и в биткоин. Он запускает боты по 10 тысяч долларов и сидит и наслаждается, что у него по одному проценту этот ботик зарабатывает пассиво. И как бы и все довольны в этом плане. Поэтому как бы ДУ и управление чужими деньгами, средствами нет. Это не наша тема. И мы себя не позиционируем как какой-то фонд или какие-то профессиональные трейдеры. Это вообще не наша тема. Я понял. Тогда, в принципе, хорошо. Окей. Вопрос про диапазон цены. Хотел бы именно по функционалу бота разобрать. То есть, правильно ли я понимаю, что диапазон цены – это тот диапазон, где будет добираться актив. Правильно? То есть, если я, допустим, указываю диапазон цены с 50… ну, грубо говоря, где-то… 58, 898, 898 и 575330, то в этом диапазоне шагом 1% бот будет докупать. Бот будет покупать, да. Если актив выйдет здесь, то бот же уже не будет вот здесь покупать. Он продаст, он продаст при выходе за границу. Но новую покупку он уже не будет совершать. Я понял. Это же классная тема. Диапазон, он ограничивает именно покупки. Если у тебя будет прострел из диапазона вверх, ну, бот выгрузит, но он там уже не начнет заново открывать новые позиции, потому что мы вышли из этого диапазона. Хорошо. Такой вопрос еще. Я очень много видел, ну, таких же настройщиков ботов, да, но там иногда внедряют стратегию докупа актива по индикаторам. Может быть, у вас будет такая дальнейшая стратегия. Ну, знаете такую стратегию, не знаете. То есть, цена, когда находится в активе в перепроданном состоянии, она выходит за некий диапазон, да, то есть есть такой диапазон как RSI. RSI, да, стахастики, осцилляторы и индикаторы. Я объясню. Вообще есть два подхода к алгоритмическому трейдингу. Первый подход – это работа по индикаторам, осцилляторам и так далее. А второй подход – это математические модели расчетов. Мы работаем по математическому многому. То есть, это не наша тема индикатора и осцилляторы. Почему? Потому что, ну, есть определенное, так же, так сказать, понимание, да, то есть, каждого подхода. То есть, кто-то говорит, что индикаторы и осцилляторы показывают, грубо говоря, то, что было на рынке до этого, и ни в коем случае не говорят то, что будет с рынком в будущем, да, то есть, и это как взгляд в зеркало заднего вида, когда мы едем вперед. Применять дополнительно человек, который в этом разбирается, он может сам. Но есть другой момент. В будущем мы планируем еще такую тему замутить. Это когда есть трейдер, и он через трейдинг-вью раскидывает сигналы, и трейдинг-вью есть опишка. И мы можем эти, так сказать, точки входа и выхода забирать. И мы можем сделать такого бота, образно, для такого крутого профессионального трейдера, который, типа, свои сигналы размещает на трейдинг-вью. Наш бот внутренне тянет эти сигналы и по этим сигналам отрабатывает. И дальше вот этот трейдер в рамках трейдинг-вью может терять сигналы согласно индикаторов, осцилляторов и так далее. То есть, конкретно привязывать в нашу модель и в нашу систему индикаторов пока что нет. Может быть, когда-нибудь мы к этому придем, но когда мы поймем, да, то есть, что прям это будет идеальная схема, то есть математическая модель плюс там набор определенных индикаторов. Но чтобы к этому прийти, с этим нужно поработать, это нужно афиксировать и нужно понять. И на это можно потратить кучу времени и по факту понять, что типа, ну, блин, оно так же работает, как и работало. У нас сейчас просто все сводится к тому, что нам вообще все равно, что будет, по сути, с рынком. Если мы падаем, мы усредняемся и мы закупаем актив по хорошей, чем нету с учетом усреднения. Если мы растем, мы зарабатываем. И как я говорю, если мы падаем, у нас становится больше актива со временем. Если мы растем, у нас становится больше USDT на выходе. И человек, который верит в актив, он в этом случае как бы, ну, не проигрывает, да, то есть потому что в одном случае у него будет больше активов, которые он верит, в одном случае у него больше будет USDT. Я понял. Я понял. Еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, почему, то есть вы математически, с математическим подходом, да, рассчитали, что при самом неудачном, да, то есть я всегда как трейдер рассчитываю риски, да, то есть и люди, которые мне доверяют, тоже переходят на площадку, они спрашивают, какие же риски, да, то есть, но я понимаю, что даже если у тебя шаг 50%, то есть она, ну, на любом активе, если это не скамовый проект, может там упасть там на моменте там на 20 максимум процентов без отката, после чего у него должен быть какой-то коррекционный рост и продолжение там нисходящего движения в данном случае. То есть вы рассчитывали по математической какой-то формуле, да, я так понимаю, среднестатистический актив, насколько он падает там в течение там недели двух-трех и высчитывали, как это происходило. То есть мне интересно понять, как вы рассчитали то, что при нисходящем движении, да, даже если 50 шагов на усреднение, все-таки понятно, что актив останется, но опять же это могут быть надолго-надолго замороженные деньги, вот. Ну, деньги надолго замороженные, ты не потеря, да, то есть, поэтому это лучший вариант из тех вариантов, которые могут быть, потому что на ключах в ином случае человек просто будет ликвидироваться с каждым разом откупа падения, да, то есть падающего назад, так сказать, в надежде на какой-то рост. Вот. А что, если говорить, допустим, про режим, то есть в автостратегии падающий рынок, у нас эта сетка рассчитана на 80% падения актива, то есть и там идет, то есть увеличение шага сетки с увеличением падения актива, то есть у нас, допустим, там, первые там 10 шагов работают по 1%, мы же не знаем, в какой момент рынок начнет падать, у нас первые 10 шагов работают по 1%, следующие шаги уже идут с разрывом 2%, следующие 3%, потом 4%, 5%, и потом, если у нас идет ускорение падения, то есть мы падаем, а нам нужно вот этот актив наш, который у нас есть, его окажется растянуть, чтобы уже бот покупал не каждый там процент или 2%, а так-то удержал это падение актива, и, соответственно, у нас эта сетка, она разрывает уже, чем сильнее мы падаем, тем больше-то разрывы, но на каждом отскоке бот будет ловить 1%, и за счет разрыва сетки, после того, как бот закрыл последнюю позицию, он все равно находится ниже предпоследней купленной, и он опять откроет шаг, и опять будет его отторговывать, то есть, и эта сетка работала, и работала, ну, на таких активах, там, грубо говоря, топ-100 CoinMarketCap, за исключением таких токенов, ну, которые просто искусственно, так сказать, раздуты, типа, от ПЭПа и так далее, да, то есть, если мы берем нормальный, да, тих, в разумительный, типа, Солана, типа, Ашам, типа, Дот, ну, я не говорю даже про биткоин и эфир, это фундаментальные активы, и по ним вообще, как бы, ну, сетка именно падающего рынка отработает идеально, мы сидели, мы сидели в такой сетке, и у нас бот работал, доходность была минимальна, но она была, нижние шаги работали, у нас доходность была, там, 2% пассива в месяц на эфире, то есть, на падающем рынке, рынок падал, где-то от скотки были, дальше падал, потом платился неделю-две, потом подрастал неделю-две, потом еще сильнее падал, но за счет этого мы 200 дней находились во флейте внизу, на 55-м шаге, и когда мы пришли на 55-й шаг, минус по балансу был, допустим, 1000 долларов, я сейчас не скажу конкретную цифру, но по истечению 200 дней вот этого вот хватания, колебания, вот этот плавающий минус уменьшился до минус 500 долларов, то есть, он в два раза меньше стал, рынок пошел вверх, начал закрывать предыдущие позиции, и мы словили 3x по депозитам, вот в чем прикол. Я понял. Макс, а как вы выбираете монеты, я так понимаю, монеты выбираете с Bybit, да, каким вообще, чем вы руководствуете для того, чтобы отбирать монеты, или вы смотрите по капитализации? Объясню. Мы когда всю эту тему начинали, мы взяли CoinMarketCap, мы взяли топ-200 монет CoinMarketCap, а там топ-150 или топ-200, так что я не скажу, отбросили такие токены, как BUSD, ну, на тот момент он был еще с TableCoin от Binance, отбросили такую монету, как USDC, ну, что там торговать, USDC, USDC, да, то есть, поотбрасывали такие монеты, TUSD, еще такая есть монетка, тоже с TableCoin, поотбрасывали прям такие типа монеты, которые вот была вроде как, не помню, галла монета, потому у нее там были вопросы с листингом, делистингом, вот, поотбрасывали такие шумные монеты, так сказать, и потом отфильтровали, сортировку сделали по капитализации, то есть монеты, у которых капитализация, ну, достаточно большая, там, типа, не знаю, там, 500 миллионов долларов, миллиард долларов, ну, это нормальная монета, и, как бы, это не бешеная монета, и мы, как бы, первоначально закинули список, вот у нас на Binance 150 монет, на BID-те у нас 100 монет крутится, потому что не все монеты, допустим, которые есть там на BID-те, есть на Binance, и на FTX у нас крутится вроде как 80 или 50 монет, я сейчас точно не скажу, и по ходу времени у нас просто есть коммунити трейдеров, ребят, там, Vectrum, у них там 40 тысяч аудитории, они там торгуют сетапы определенные, дают сигналы по монетам, они просто написали и там сказали, ну, не только они, ребят, типа, вот крутые есть монеты, мы по ним постоянно работаем, добавьте их, пожалуйста, мы их добавили, то есть, чтобы все были довольны, мы там добавили, может, монеток за все время выполнить на 10, может быть, на 15, но, опять-таки, это нормальные монеты, это не монеты, специализация, там, типа, миллион долларов, вот, и как-то так. Слушай, ну, вопросов больше нет, еще-таки наши вопросы больше, наверное, ко мне, да, то есть, мне часто люди в личку пишут, что, типа, очередной скам, очередной, этот, фуд, короче, много негатива в том плане, что последняя вот эта вот ракета, которая была, это Т-7, да, заскамилась, появляется хэш-7, я вначале не верил в этот продукт, ну, решил понаблюдать, и единственное, что меня вот очень, мне нравится в том, что есть, нету доверительного управления, да, то есть, где доверительное управление сразу, сразу отмена, и вообще, ботом категорически против к ним отношусь, да, но посмотрел ваш подход, мне нравится все, что вы делаете, но, опять же. Смотри, я тебе объясню, да, интересную ситуацию, ну, на самом деле, вот, люди, которые говорили, этот скам, это реально примитивные люди, которые сто процентов даже не поставили этого бота, и не поняли в целом вообще, что, как работает, да, то есть, если деньги человека лежат на бирже, ну, окей, такой скам, скам, то, что мы заберем деньги с баланса бота, ну, хорошо, держи 5-10 долларов в балансе, если ты так боишься, это раз, во-вторых, как бы, алгоритм, по сути, логика работы бота, она, как бы, на поверхности, она понятна, как бот работает, и здесь именно мы шли по пути, типа, простой логики, логики простого взаимодействия, то есть, простой работы с приложением, и в чем заключается скам, если бы был скам, образно, ну, слушай, я же не самоубийство, типа, сидеть и вот так вот на зуме разговаривать с людьми, с людьми, там, свою лицо показывать, в Минске сидеть, вот, у меня очень много ребят, знакомых, друзей сидят в моем же боте, я сам в своем же боте сижу, ну, о каком скаме идет речь, то есть, скам, если монета упадет, и человек, типа, потеряет на ней деньги, ну, это же не мы скам, это, значит, что-то произошло с проектом с монетой, ну, то есть, о каком скаме идет речь, да? Я другого, я очень много участвовал, ну, как бы, обходил скам стороной, и, как бы, я всегда рассматриваю, в чем выгода, да, то есть, разработчиков, да, то есть, я понимаю, что вы зарабатываете с подписок, вы зарабатываете с комиссии, инвестиция достаточно интересная, да, то есть, я, у меня было в планах также создавать какого-то там бота, но, опять же, я сам трейдер, мне проще торговать, не брать никакую ответственность там за людей, просто их там где-то обучаю, ну, и сам своими мозгами зарабатываю деньги, да, но есть какой-то пассивный доход, я вот очень долго шел к тому, чтобы найти какой-то хороший проект, который будет работать по моему алгоритму, и вот, в принципе, мне такой алгоритм попался, то есть, сразу я такой, ага, окей, хорошо, с чего зарабатывают сразу разработчики, то есть, подписка, хорошо, да, и процент от сделок, то есть, чем больше люди будут зарабатывать, тем больше разработчик будет зарабатывать, то есть, это проект как бы в долгую. IP-ключи, хорошо, ну, с них можно, конечно, деньги как-то увезти, я знаю, уводили, но, опять же... Вайт-лист. Да, есть вайт-лист, да, то есть, можно это все посмотреть, но, опять же, мне понравилось то, что у меня деньги лежат на бирже, я могу зайти в любое время, снять свои USDT-шки, они у меня как бы не заморожены, и мне очень нравится в том, что бот не замораживает количество USDT, когда ты ставишь метку, это очень клево. Ну, я знаю, что сейчас много пишут айтишники именно по этой стратегии, и есть много похожих именно ботов, ну, пока мне все супер нравится, да, но вот эти люди, которые мне пишут, что, Леха, что ты там скам людей зовешь, да, то есть, я как бы тоже говорю от себя, что я никого не зову, это не финна рекомендация, и, опять же, я использую свои, свои средства, депозит, ну, а люди мне доверяют, то есть, если хотите попробовать, можете там в долгосрочной перспективе, в принципе, проект неплохой. Вот, и мне было важно пообщаться с тобой, чтобы понять, какие у вас там дальнейшие планы, действия, чтобы рассказать хейтерам, что все-таки проект реально хороший, да, и единственное, какие потери могут произойти, это если там на каком-то активе, либо актив заскамится, да, то есть, ну, какой-то актив, но, опять же, в топ coinmarketcap активы не входят, которые, ну, очень низкая вероятность, что какой-то актив из выбранных сейчас вами. Ну, есть такой момент, если человек реально там что-то боится, он может всегда попробовать на минимальную сумму, чтобы понять, как это работает, и подтаять эфир, то, ну, типа, если... Поверь мне, такие люди с вами говорят, что это вначале мы минимальную сумму заводим, потом большую сумму заводим, и потом будут скамить. Ну, это... Леха, Леха, Леха. Ну, ничего не мешает в любой момент зайти на биржу, удалить API-ключ на этом... Да, я про это и говорю, то есть, если вам не нравится, ну, что-то, что-то вы заподозреваете, что что-то неладное, просто-напросто отключаете. Тут люди говорят всегда, и для некоторых криптов вообще в целом до сих пор скам, поэтому, ну, я как бы вообще стараюсь таких людей не слушать, как бы для них вообще в целом биржа, если кто-то считает, что биржа Bybit или Binance может заскамиться, ну, о чем с такими людьми вообще разговаривать? Тут еще такой момент, люди очень быстро меняют свое мнение, когда видят, как зарабатывают остальные. У нас было таких три лидера, которые, типа, сказали нет-нет-нет, типа, и как бы у них там были какие-то свои доводы, ну, опять-таки, с пальца в истину. Прошло время, и потом эти же люди начали сами писать видео-отдоры, сами же начали качать, потому что они поняли, что поезд поехал, и не захотели упускать возможность запрыгнуть в этот поезд, поэтому, как бы, мы играем в долгу, мы делаем проект, который будет работать долго. Понятно, что рынок вечно там платиться не может, вечно расти не может, он в какой-то момент будет падать, но к этому моменту нам, типа, суперобязательно и важно сделать режим работы с фьючерсами, чтобы, как минимум, человек использовал возможность стать в шорте первым плечом. Первым. То есть просто, чтобы человек на падение зарабатывал в рамках своего депозита. Не со вторым, не с пятым, не с десятым. А с первым? Я думал, вы фьючерсами. Конечно. С первым плечом? Нет, там будет выбор плеча. То есть будет ползунок, но будет ограничение плеча, там, образно, в рамках до десятого плеча. То есть этого более чем достаточно. За счет плеча увеличится доход человеку, увеличится доход системы, увеличится доход партнеров. Кратно. Все круто, все классно. Классная история. Если человек не хочет работать плечом, но он хочет работать вне, точно так же, как он работал все движение вверх, ставит первое плечо, открывает шортовые позиции и погнали. Ликвидация минус 100%. Ставит биткоин эфир. 100% надо, чтобы валюта ушла от этой точки. Именно там биткоин эфир. Ну, понятно, что какой-то там Пеппи или Сэй или ВЛД, это вообще можно без проблем потерять деньги. Ну, если ты боишься, но ты хочешь по мизеру, по чуть-чуть зарабатывать на падение, и вот это падение, там, с 70 до 16 тысяч застать, поставь первое плечо с шортом по эфиру, и он будет помаленечку, по чуть-чуточке тебе зарабатывать. Я понял. Слушай, ну, история, на самом деле, интересная. Я бы потестил бы такого. Хорошо, в принципе, вопросов у меня больше нет. Скажи, пожалуйста, еще такой вопрос. У вас технические работы сегодня до вечера, да, я так понимаю? Сегодня целый день будет? Слушай, нет, на самом деле, просто тут немножко все затянулось. Там, типа, ядро обновлялось ночью, и включили сегодня ботов с утра. И, короче, там сбойнула малеха, то есть, там, короче, по записям произошел сбой. Ребята сидят с самого утра, с теми утра, так сказать, там, с теми работают, как бы, по планам, по обещаниям два часа. Ну, ты сам понимаешь, что в теории все хорошо, но практически все немножко иначе. Примерно, что я сказал людям, когда можно запускать опять его. Я очень надеюсь, что сегодня в течение дня будет все это решиться. А, все супер. Ну, как бы, мне сказали два часа. Вот я шел как раз-таки на Zoom, это было 40 минут назад, это было два часа. То есть, ну, я же говорю, скажешь два часа, розовенько через два часа мне в личку тысяча человек напишет Максим, так у них тысячи работают. А, Максим, еще такой вопрос. Хорошо, что ты напомнил. Скажи, пожалуйста, когда у вас будут технические работы, бот будет работать в автономном режиме или он будет просто распродаваться то, что у него уже есть? Как он работает в автономном режиме? Когда технические работы, мы останавливаем ботов, потому что если что-то происходит с сервером, чтобы боты в базе написали данные, чтобы данные не потерялись. То есть, обычно технические работы занимают, там, 5-10-15 минут времени. Иногда технические работы... То есть, на технических работах сегодня, там, Андрей присылал скрин, что у него сделки закрылись? Да, у меня сегодня технические работы, и две сделки закрылся, Аптос и Орбитов, по-моему. Это в какое время было? Сейчас я точно скину, скажу. Вы можете в личку мне скинуть, я скину ребятам и посмотрим, что там и как. Может быть, вы ребятам включали там на какое-то непродолжительное время, и боты за это время среагировали, а потом они выслучили. Пиньте в личку, я гляну, перешлю ребятам. Окей, все, спасибо тебе огромное за Zoom, достаточно интересно. Я ответил на все свои внутренние вопросы, вот, сейчас скину ребятам Zoom, пускай посмотрят. Достаточно интересный продукт, я надеюсь, что все будет так, как ты сказал. Спасибо. Всех вон нас с огромным профитом, и спасибо тебе еще раз за такого хорошего. Подожди, я еще, блин, искал. А, да, Андрюха, ты что-то здесь. Во-первых, в 11.05 две сделки закрылись, это первое. Второе, у меня вопрос, краткость и стра таланта, я не знаю, у тебя 100% либо задавали этот вопрос, либо нет. Мне тезисно, чем главное отличие Royal Club от H7, тезисно. Блин, ну, на самом деле, этот вопрос ты уже задавали, даже есть ответы, и просто честно сказать, тезисно здесь не получится, но окей, реферальная система более жирная, у нас используется торговый лидерский бонус, и помимо стандартных процентов, ну, то есть помимо вот этих бонусов, стандартные проценты по выплате, они намного больше и жирнее. Это раз. Во-вторых, в целом у Royal Q там сложная такая, так сказать, внутренняя глубинная логика работы, которая спрятана, ну, не на поверхности находится. Я прямо на это давал такой развернутый ответ. Я сейчас, наверное, не буду это все рассказывать в деталях, я, может быть, лучше тебе перешлю голосовуху, где я просто там 8-10 пунктов разложил по полочкам и дал ответ, потому что этот вопрос уже звучал, ну, раз в 5, может, там. Все, поэтому вопрос закрыт, жду сообщения, я тебе ближайшую там скину и скрин, что закрыли сделки, ты мне сообщение. Второй вопрос. По поводу реферальной программы. Я их поддержку писал. Я так понимаю, что в ближайших обновлениях будет доступна где-то, кнопочка будет по поводу, сколько заработала первая линия за месяц, правильно? Это вот прям в ближайших обновлениях будет? Нет, в ближайших не будет такого обновления, то есть ближайшие обновления – это трансферы и пуши. Ага. Так, с этим вопрос закрыт. Ну, остальное по маркетингу. Вроде как бы все понятно. Понятно. Ну, ждем 1-го числа. Поэтому спасибо большое за уделенное время. Нам все понятно, за развернутые ответы. Поэтому работаем. Ну, и как бы колотим структурку и так далее. Кстати, во, еще. По поводу, забыл тогда соваться, не хотел, что сказали, возможность скама, что монета заскамится. Такая же тоже не компания. Монеты же мы сами выбираем, по факту. 150 вариантов. Поэтому, ну, типа, возможность скама – это то же самое, что, извините меня за мой французский, это сейчас метеорит ебанет в землю. И, ну, типа, и тем самым то, что расширит в ближайшее время, дай бог, 10 стратегий, даже теории вероятности, если одна из 10 там за какое-то время, оно скамится, 9 других, ну, прочее. Тут перестраховка с таких моментов и вариантов скама, оно вообще отсутствует. Поэтому мне эта история очень максимально нравится. И самое важное, что Леха понял. Это для меня большой-большой плюс. Так что, топ-дей-эври-дэй! Работаем. Рома, ой, Леха останавливает запись. Приятно было пообщаться.